Вашему вниманию предоставляется доклад на отцинка болевого синдрома до и письля пункционной вертепропластики компрессивных переломов тел хребцев на фоне остеопороза. Вкратце, функционная вертепропластика – минимальная инвазивная процедура, которая полегает через шкерное введение в тело уроженного хребца ленин контрастного композита. Раньше это был чисто кисковый цемент, сейчас довольно-таки много вариаций введения композита. Вертепропластика впервые была запропонована в 1987 году во Франции группой Галебарки. При ликувании гемангиона с той точки это считается отправная точка пункционной вертепропластики. Остальным членом в краинах Европы и США пункционная вертепропластика в сельчайстве стала застосовываться для ликувания выраженного болевого синдрома, что проводит компрессивные переломы тел хребцев, а также патологичные змеи на телах хребцев при метастазах лимфопролиферативных, так и гемопоэтичных захворюваниях. Застувание методов пункционной вертепропластики за рахунок механического фактора дозволяет вбельшить митность, жоркость и намонтаженность можливости ушкодженного хребца. Наступно основные показания в застосовании. Выраженный болевой синдром урази компрессивных переломов тел хребцев на фоне остопороза, який не піддаётся медикаментозному ликуванию. Выраженный болевой синдром оболонный остеонекрозом. И также выраженный болевой синдром внаслідок лизиса локисковой тканины. Это, опять же, о том, что я говорил, метастазирование и лимфопролиферативные захворювания. Мета. Провести анализ результатов ликувания хворых с компрессивными переломами тел грудных капоприковых видилов хребта на фоне остопорозу методом пункционной вертобропластицы. Материалы метода. 450 хворых, 103 мужчины и 347 женок. Средний виг 72 роки. Исследование проводилось в институте Сетенко в период 2012-2018 роки. Использовался композитный материал, який мы разработали в нашем институте в 19 роки тому назад. Цех композит на основе кискового цемента с составляющей 20%, в нем 20% гидроксиапатитной керамики, стрекальцевосфатной керамики. Цей композит был выработан на основе математических разработчиков, визначен вариант склада композитного материала, який наибольшь близкий до механической якости кисковой тканины. А также цей композит был имплантирован в тело хребцов тварин с остеопорозом. Доказана его эффективность. Но, к сожалению, в 18 лет не получила продвижение этот композит. Сейчас довольно-таки много композитов, производящихся в Европе с таким складом. Это из тридрохирургического ликования. Это общий латеральный доступ для грудного бедилы хребка и для попраковых хребцей в трансподикулярный доступ. С, приведем некоторые клинические примеры. Компрессийный нескладный перелом тело Л1 хребца на фоне инвалютинного остеопороза. Произведена пункционная вертоплатика. Компрессийный нескладный перелом тела Т12 хребца на фоне инвалютинного остеопороза. Произведена функционная вертопропластика Компрессивный перелом тела Л1-Л2 хребцив на фоне инвалютинного остопороза Произведена функционная вертопропластика В учении МК-59 роков Компрессивный неускладный перелом тела Л3-Л4 хребцив на фоне инвалютинного остопороза Произведена функционная вертопропластика Компрессивный неускладный перелом тел Т1-Л1-Л2-Л3-Л4 хребцив на фоне инвалютинного остопороза Произведена функциональная вертобропластика. Компрессивный перелом Т10, Т11, Т12 или Т1 хребцов на фоне остеопороза. Произведена также функциональная вертобропластика. Визуальная оценка проводилась более, по визуально-аналоговой шкале более ваш. Мы видим, насколько сразу после этого малоинвазивного хирургического втручания снижается болевой синдром практически в два раза. И также по индексу дестабилизации в оксурсии. Также можно отметить динамику болевого синдрома. Оценка эффективности функциональной вертобропластики за томов вашей шкале життєдєятельности Ронанда Морриса от 1 до 24 месяцев після выгонання свідчат про довольно эффективну цю методику. И надає можливость швидко снизити болевой синдром та покращити життєднє деятельність пацієнтам у комплексному лікуванні компресіонних переломок тіл грудних та попереково впеділах рептана фоне остеопороза. Дякую за увагу. Доброго дня. Дуже дякую за такую вечеркну доповідь. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що у пацієнтки переломоноженні переломки у хребців віці 61 літ на тлі інволюційного остеопороза. На підставі чого був поставлений такий діагноз? Постменопаузальний. На основі чого був поставлено? Тобто 5 переломок і інволюційного, тобто постменопаузальний і інволюційного остеопорозу, на основі чого був поставлен діагноз? Діагноз. 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 І були ісключені все вторичні? Діагноз. Діагноз. Перед тим, як ми беремо при поступлении, у нас проходят пацієнт-онглоскредит. В перший же день. Дальше, при функціонно-вертепропластіки ми всігда беремо. Всігда беремо матеріалу БІПСІ. Всігда гистологічний матеріал ми беремо. Гистологічний? Всігда, да. У нас всі функціонно-вертепропластіки, бо що вони дуже похожі на милонну болість, і треба розцінити, необязливо робити череп і таз, щоб там що-то знайти. Іноді робити все нормально, а в итоге милонна болість оказывається на дуже похожих. Особенно регіонально. Тому і спрашиваю, тому що множественні переводи. Якщо можна, ще один вопрос. Скажіть, будь ласка, ви не сказали об осложненнях? Як часто буває миграція цемента? Описано це багато. І часто це буває на Україні. Я часто виїжджав на ці случаи. Це вже, як би, дело техники. Буває таке. Осложнення описується. Як тромбоемболія, як втекання цемента, станоз позвоночного каналу, с неврологічним нарушенням. Такі варіанты возможні. Але желатньо, щоб цього не було. Знаєте, як избежати осложнений і не робити. Тому... Спасибо. А що ще хотіла розповідати? Буквально 2 секундочки. По данному люди, ви обратили внимание на множественні компресіонні переломи, то есть вони, естественно, не зразу возникли все. А пациент, как би, особено грудопоясничний переход, чим он опасен, я таких пациентов видел. Неоднократно. Т10, Т11, Т12, лігино-2 ломаються. Возникает стеноз позвоночного канала, людей паралізують. Ми там помочь уже ничем не можемо. Большое хирургическое вмешательство уже не даёт той динамике, которую мы хотим. Когда можно это сделать мононвазинно, через 2 часа пациент ходит, он не ходит к вечеру домой. Поэтому, почему это не сделать? Болевой синдром не нужен. Болевой синдром снижается значительно, потому что все эти процессы дают обострение генеративных заболеваний позвоночнику. Они дают. Потом, как бы, лечим генеративные заболевания позвоночника. Но уже, как бы, зная, что никаких неврологических симптоматик не произойдет. Как мы оцениваем свежий перелом, несвежий по данному маркету? То есть, их видно застарелые и свежие. Спасибо. А какое количество процентов пациентов до операции получало антиопарктической терапии? Смотрите, обычно это первичные больные, которые приходят к нам. Практически никто обычно не получает эту терапию. Или назначение терапии идет, кроме калица, в поликлинике не назначает никто. К сожалению, это так. Мы с этим сталкиваемся. Но, я могу сказать, после нашей пункционной бортепропластики, к сожалению, у нас нету института геронтологии. В Харькове, да? У нас есть только институт патологии позвоночника и суставов. Мы этих пациентов не отпускаем. Каждые три месяца мы их контролируем. И нас на этом научил Нелли Васильевна. Спасибо. Мы это контролируем все. Они каждый делают снимки, они проходят институтометрию, они сдают анализ. Перед назначением мы тоже оценим витамин Д, как бы это в обязательном порядке. Мы их контролируем. Потому что любая терапия начинает действовать все равно через полгода. За эти полгода могут произойти новые переломы. Если человек соблюдает все наши назначения, все получает, то эффект очень хороший. Не соблюдает, приходит опять. Спасибо. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!